Думаешь бизнес это не для тебя? Слишком сложно? Скажи стоп своим сомнениям. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. Здравствуйте, друзья. Сегодня в нашей программе мы поговорим о бизнесе в сфере дизайна интерьера. Как стать дизайнером? С какими сложностями можно столкнуться в этой профессии? И что общего у дизайнера интерьера и психолога? Об этом в истории очень творческой и предприимчивой Анны Карпенко. Меня зовут Анна Карпенко. Я работаю дизайнером интерьеров частных помещений, коммерческих помещений. Занимаю дизайном фасадов, веду стройки, сопровождаю авторский надзор, наполняю интерьеры материалами, занимаюсь подбором. Также я провожу онлайн-эфиры, организовываю для людей, которым интересен дизайн и кто собирается делать ремонт, но он от этой темы очень далек. Я еще провожу бесплатные мастер-классы. Я работаю в салоне интерьерных решений дизайнером интерьера здесь, да, ну и параллельно я веду частные проекты. По первому образованию я архитектор. Я закончила Белорусский государственный университет транспорта. А после я еще два года работала преподавателем там, преподавала архитектурный проект студентам четвертого курса, дизайн студентам пятого курса и основы предпринимательской деятельности, практические задания. Вот, кстати, основу предпринимательской деятельности мне дали, потому что в университете в свое время у нас было движение SAIF в переводе Students and Free Enterprise, а называется, что студенты в свободном предпринимательстве. Собственно говоря, это и было начало вот моей вот этой всей деятельности. Суть какая была, что студенты придумывали какие-то проекты, потом они их реализовывали, воплощали, и, собственно говоря, это было все направлено на развитие предпринимательских качеств. Какие-то были монетизированные проекты, да, какие-то были чисто просто благотворительность, да, какие-то были очень творческие. У нас было так интересно, нас собралась группа ребят, которые на самом деле сейчас действительно занимаются предпринимательством. Они все заняли какую-то свою нишу, и они работают для себя в свое удовольствие. Потом эта программа закрылась, и мы организовали свое. Я придумала название для этого движения BASE, Belief Achievement, Succeeding Economy, Верь, Достигая, Преуспевая в Экономике. Мы организовали свои конкурсы. Мы увидели, как университет и руководство посмотрело на нас другими глазами, особенно когда мы начали ездить от нашего университета с этими проектами, да, какими-то своими мыслями новыми. Так как я училась на бюджетном, меня направили в Рогачев главным архитектором. Я очень быстро пришла в себя, поняла, что я не вижу себя в Рогачеве. Я услышала от кого-то, что у нас есть гомель-проект. Мне тогда все сказали, что тебя туда не возьмут. Я написала от руки вот такой лист про себя, что я умею. Включая шить, плясать, петь, я умею там то-се, если надо, я выучу английский. Вот это вот все. Я помню, когда я пришла к нашему директору, и он мне тогда сказал, нам вообще-то архитекторы не нужны. А я осмелилась, сказала, такая, как я, вам нужна. Вот так вот я устроилась на свою работу, да, и не поехала по распределению. Отработала три года архитектором. Параллельно я преподавала как раз в университете. Параллельно я занималась фотографией и даже снимала свадьбы. Потом, да, я три года отработала в студии дизайна, ведущим дизайнером. Это был просто колоссальный опыт. Просто без выходных. Это было очень сложно. Это было, знаете, как вот просто шагнуть в никуда. Прийти вот к своей мечте, а оказывается, что ты вообще не понимаешь, что с этим всем делать. Дизайна тогда не было, это было 10 лет назад. Не было нормального обучения. Все дизайнеры это были либо художники, либо мебельщики. Человека с образованием правильным, нужным, да, и с опытом работы. Как вести, как чертежи, как вести стройку, как вообще из чего складывается проект, что нужно отдать клиенту, а клиенту потом передать строителям, чтобы это было не лишняя информация, а только нужная. И вот эти первые шаги, это, кстати, к чему? К тому, что если человек переживает за то, что у него там будут проблемы, да. Если ты начинаешь идти своим путем, проблемы будут. Эти проблемы делают тебя сильнее. Они делают тебя умнее. Они дают тебе опыт. Надо из каждой проблемы выбирать именно позитив, да, то, что тебе дается для того, чтобы ты вырос, а не для того, чтобы тебя как бы вот прибить, прибить, прибить. И оборачиваясь в прошлое, да, я понимаю, что благодаря вот этому безудержному беселью, да, этим клиентам, а сколько было неадекватных клиентов. И они мне тоже нужны были, потому что я должна была научиться контролировать этих людей, свои эмоции и направлять работу. Даже когда они вместе сидят, там, муж с женой, она плачет, потому что она хочет диванчик на кухне. Он просто стоит на своем, ему нужны там стулья. И понимаете, кажется, ну это ерунда, а для людей это жизнь. И нужно очень сильно любить людей, чтобы их понимать, да, и вот эти все мелочи какие-то убирать и из них доставать вот то, что они хотят. Потому что вот эта фраза, ну так мы же так и хотели. Так вот именно, что для этого я и работаю, чтобы сделать так, как вы хотели. Все представляют дизайн, что это какие-то красивые картиночки постоянно. Мы пьем кофе, чай, едим булочки, вот это хихиха-ха. Это все происходит на первой встрече. Мы похихикали, а потом я пошла работать. Я работаю долго, я сижу с 9 утра до 12 ночи, потому что я черчу. Вот эта вся работа происходит, подбираю, езжу. Тут больше технической работы на самом деле. И себя, я не люблю чертить, допустим, да, но я это делаю. Поэтому надо понимать, что в любой работе есть моменты, которые тебе не нравятся. И это надо принимать. Потому что все остальное процентов, допустим, даже 60-40, это те проценты, которые будут давать вам вот это дальнейшее вдохновение, чтобы идти и заниматься своим делом. Моя работа на самом деле – это служение людям через красоту. Я их интерьеры наполняю красотой. И представьте, вы приехали на отдых в отель, и вы заходите в номер, и вы понимаете, этот номер у вас на эти 7 дней, и вы живете в красоте. Вот я стараюсь делать так, чтобы вы, приходя домой каждый день, не уезжая в Турцию, в Тунис, в Египет, на Мальдивы, либо еще куда-то, вы приходили домой и чувствовали вот кайф. От вот этого всего вы абстрагировались, вы живете вот в красоте. Вот это моя цель. Традиционно прервемся на минутку для рубрики «Бизнес-блокнот». Если вы уже освоили дизайн интерьера и планируете зарабатывать этим на жизнь в самостоятельном плавании, то следующая информация для вас. Актуальный комментарий от налоговой инспекции. Оказывать услуги по дизайну интерьеров и получать от этого вида деятельности доход можно в качестве физического лица, не регистрируясь индивидуальным предпринимателем. Прежде чем начать заниматься выбранным видом деятельности, необходимо направить письменное уведомление в налоговую инспекцию, в котором оказывается вид деятельности, период, в течение которого вы собираетесь эту деятельность осуществлять и место осуществления деятельности. До дня начала осуществления деятельности необходимо уплатить единый налог, размер которого в городе Гомеле составляет 96 рублей. Для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы по уплате единого налога. Например, лица, достигших общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды, родители многодетных семей и некоторые другие. Размер единого налога уменьшается на 20%. При оказании данных услуг без регистрации индивидуального предпринимателя физическое лицо не вправе привлекать других физических лиц под трудовым и гражданско-правовым договором. Но при этом физическое лицо может оказывать эти услуги другим физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и организациям. Если вы намерены привлекать к оказанию услуг по дизайну интерьеров наемных работников, то необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Индивидуальный предприниматель также уплачивает единый налог, но он еще имеет и право применять упрощенную или общеустановленную систему налогообложения. Индивидуальный предприниматель имеет право привлекать к труду не более трех наемных работников. Поэтому в случае, если вы планируете расширить бизнес, вам необходимо зарегистрировать организацию в форме частного унитарного предприятия, общество с ограниченной или дополнительной ответственностью. Ко мне приходит человек, он только начинает рассказывать, я уже вижу образ. У меня внутри, я вот когда-то уже рассказывала про эту 3D-визуализацию внутри, оно работает. И вот это все так тык-тык-тык-тык, и оно выстраивается в какой-то объем, да, потом этот объем оживает в мебели. Он начинает продолжать, допустим, мы там насмотрели диван, но они же все равно не знают, какой конкретно. А у меня уже появился там диван, мебель, я уже чувствую ткани, свет, этот воздух, я уже вижу этих людей там. Все, вот как бы картинка сложилась. Дальше ты делаешь 3D, человек, ну так мы же так и хотели. Вообще, сложная даже не заказа, а люди, которые не ценят человека, вообще в принципе, никого, ни тебя, ни строителей, ни отделочников, ни магазина. Был у меня проект, мы поехали, и мужчина стоит и говорит, я тебя в цемент закатаю, если ты мне сделаешь то, что я хочу. Я опешила, говорю, это что, серьезно что ли? Ну, это вот было для меня абсурдно. Через дня он приехал за готовым полностью проектом, хотя у нас была очень долгая встреча, мы ему рассказывали долго, как это все себя, как минимум неделя делается 3D на тот объем, который был у него. Он приехал, он вот так вот об стол кинул все эти бумажки, они разлетелись, вот так вот било сердце, думаю, господи, если он меня не убьет, это вот очень хорошо. Были люди, которые плакали, были люди, которые не могли между собой решить, это очень сложно работать, когда нету согласия в семье. И я всегда, когда мы работаем, понимаю, что все, вот коса нашла на камень, этому красный, этому зеленый, и я начинаю вот какой-то такой, знаете, вот симбиоз, да, чтобы люди могли как-то друг другу уступить. Надо этому, в принципе, учиться, а в моей работе надо быть еще хорошим психологом. На данный момент я нахожусь в декрете. Это особенное время для меня, когда мой локомотив с этой всей работой просто, который двигался с такой скоростью, что я не могла его остановить. Мне, чтобы уехать в отпуск, мне нужно было работать месяц без выходных. Сейчас я учусь свое время посвящать отдыху. На самом деле для многих предпринимателей это большая проблема, поэтому сейчас это просто уникально, это лучшее время для меня перестроиться, так как мне было реально очень страшно, как любому человеку, у которого свой бизнес, да, свое дело, мне было очень страшно его оставить, потому что бизнес – это твой ребенок, которого ты сначала, да, выдумываешь, потом он у тебя рождается, потом его надо в детский сад, вообще подрастить немножко в детский сад, школа, в принципе, в бизнесе все то же самое. И на данный момент, чтобы не отставать от жизни, я провожу бесплатные мастер-классы, я занимаюсь прямыми эфирами, это суперэффективно, это очень интересно, это помогает мне быть в курсе всяких трендов, новинок. Если мне кто-то пишет в инстаграм, я отвечаю, я не скупа на рекомендации, очень часто люди там долго много спрашивают, если у меня есть время, если у меня есть энергия, и я не занимаюсь ребенком, я с радостью отвечу. Мне кажется, что если тебя Всевышний наградил, да, вот даром, который, я не могу его держать в себе, и на самом деле это все рвется наружу, если бы у меня этого было мало, я бы не рассказывала. ДИЗАНЕР ДИЗАНЕР По-хорошему, это человек, который просто придумал идею, но в моем случае дизайнер, это человек, который ведет стройку, ведет авторский надзор, я должна разбираться, как работают материалы. Если мне позвонили, спросили, отклеится от стены, я говорю, не отклеится клеем, все хорошо. Если, например, у меня спросили, какой выбрать ламинат, этот и этот, я должна знать, какой выбрать, я должна знать, чем они вообще отличаются. Поэтому нужно постоянно, постоянно штудировать рынок. Потом вам обязательно нужно заниматься своим саморазвитием, потому что дизайн – это работа с людьми. Чтобы вам донести до клиента, вам нужно обязательно его услышать. Чтобы его услышать, вы должны хорошо понимать людей, вы должны понимать какое-то неподсознательное, да, вот какие-то, может быть, они там жесты, либо у них как-то съежились, вот какие-то такие вещи. Этим занимается сейчас много кто, сейчас очень много марафонов, очень много курсов личностного роста, да, по психологии. И вам это пригодится, если вдруг у вас будут клиенты сложные, вы сможете их как-то перенаправить. Вы должны постоянно анализировать чужие работы. Хотите с ваших коллег в вашем городе, лучше равняться, конечно, тех, кто там подальше, потому что там совершенно другая атмосфера, там другой уровень, там другие деньги. Вы должны постоянно анализировать, как они работали, почему они так сделали, что это за новинки, да, а сколько стоит, а где купить, а как привезти. Нужно постоянно, ну вот это вот и есть предпринимательская жилка, да, вы должны постоянно вот двигаться, двигаться, искать, 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 и вы выйдете туда, куда вам нужно. Наше сегодняшнее интервью получилось не только про дизайн. Мы говорили о жизненных уроках, психологии и предпринимательстве. А если вы что-то упустили, то программу всегда можно посмотреть на YouTube-канале «Беларусь4Гомель». Вдохновляйтесь историями наших героев и воплощайте свои мечты. Это был «Бизнес-план». До встречи в следующих выпусках.